Вы спрашивали, кто считает, хорошо, ставился вопрос, кто считает, что манифест в принципе кого-то не устраивает? Вот я прошу модератора поставить вопрос, кто считает, что манифест в принципе может всех устроить? Так вот, кто считает, что манифест нужно менять? Хорошо, действительно вопрос корректен и валиден, Можно менять. Кто считает, что манифест может всех устроить? Кто считает, что существует в теории такой текст, мы нашего манифеста, который устроит всех и каждого из участников движения, которые будут над ним работать. Хорошо, я скажу так. Можно высказывать? Давайте проголосуем, кто так считает. Можно? Я считаю, что манифест нужно менять. Или абсолютное большинство, я не знаю, абсолютное большинство участка, он на почему 100% так дает? Считаю, что манифест можно менять. Хорошо, давайте скажем, вот будет устраивать 90%, 10% мы оставим для вечно недовольных. Да? Кто считает, что манифест может устроить 90% из собравшихся? Я считаю, можно пояснить все-таки еще раз? Я считаю, что можно манифест, который устроит подавляющее большинство, 99% до такой степени, что они не будут, грубо говоря, уходить из движения, которые поддерживают данный такой манифест. То есть, может быть манифест, который не устраивает до такой степени, что люди уходят? Так вот, этого состояния можно избежать для большинства. Вы хотели что-то сказать. Да, я хотел сказать, что... Ага, спасибо. Я... Можно я... Меня зовут Алексей. А поднимите, пожалуйста. Я хотел... Я хотел... Ну, просто. Это мне не так просто сделать. Я хотел сказать, что вы предлагаете некий идеальный вариант, который был бы настолько универсальным, чтобы устроил абсолютно всех людей. Кого еще визит? Наверное, такой не бывает. А? Жугромчик. Потому что универсальность... Люди же все делятся по взглядам, по группам, по типам, характерам. И поэтому универсальность создать, в принципе, невозможно. Но те вещи, которые интересуют всех людей, в принципе, можно как-то общо подобрать. Поэтому нужно не так много времени посвящать вот тому, стоит ли удовлетворять интересы всех людей, а просто подготовить этот текст, зачитывать каждый пункт и просто это голосовать. Поэтому надо вот так работать. А потому что, когда говоришь абстрактно, половина не слышно, половина непонятно. Лучше, чтобы текст был на руках у людей. Вот. Ну вот, пока все. Кто еще хотел высказать? Овчинников. Вчинников. Давай, ладно, давай. Я не понимаю, когда говорят, манифест устроит всех. Всех кого? Всех участников нашего движения? Весь город Москву? Всю страну? Или весь мир? Когда будет найден манифест, который устроит весь мир, это означает, что весь мир пришел к консенсусу. И тогда уже по факту наступила то, и мы живем в том идеальном обществе, где все со всеми договорились. Поэтому мы начинаем с нашей маленькой группы, находим консенсус внутри нас, и потом только мы расширяемся, меняя манифест. Я бы все-таки хотел предложить вынести на голосование вопрос о доработке в рамках группы манифест стратегии протестного движения. Именно путем написания комментариев и лайкания этих комментариев, и выработки цели нашего движения. То есть вынести это на голосование, участвуем ли мы в этих двух инициативах после того, как мы здесь разойдемся на улице, то есть проголосовать. И по максимуму донести до всех людей. У меня есть небольшое дополнение. Вы позволите мне высказать мою личную идею? Даже несмотря на то, что я манифестировал. Я считаю, что нам сначала нужно разрушить тот манифест, который у нас есть до того основания, которое говорит за всех. Никто не будет спорить с тем, что с фразой «Кто, если не Путин, мы, если не Путин». С ней согласны, наверное, все. Никто не будет спорить со многими другими фразами нашего манифеста. Я предлагаю сначала в этой группе высказать претензии, что у тебя, Николай, есть претензия к фразе «Хотим ли мы вступить в ИТО?». Эта фраза убирается. И так идет дальше по фразе. И мы смотрим, если останется какой-то костяк, мы на него начинаем добавлять твоим путем лайканье. И в итоге получается как раз-таки более или менее что-то, что всех устраивает. То есть остается костяк, который интересен всем. У вас есть комментарии по этому поводу? Прошу бы. Я против того, чтобы просто по заявкам убирать пункты манифеста, которые устраивают много людей. Ну, с обоснованием каким-то. Естественно, тоже, да, ты не один человек можешь взять и выпнуть пункт, да. А вот он обосновал, что вот мне не нравится по этому поводу, его залайкило пять человек, да. У меня с экспозиции совершенно конкретно, что по этому пункту. Если мы будем бесконечно даже аргументированно убирать пункты, мы приведем к состоянию манифеста свободной России, который был зачислен со сцены 12-го числа, в котором не сказано ничего. Вот. Я предлагаю другую вещь. Если кого-то смущает конкретный пункт, нужно не убирать его, а попробовать модифицировать. Может быть смягчить, может немного переформулировать. Это вот гораздо более конструктивный путь, чем целиком убирать определенные вещи. По делу теперь. Сейчас по делу. Нет философия. Мы берем этот текст, он разбит на абзацы. Каждый абзац отдельный пост и к нему комментарии. Итак, нужно еще одно предложение. Кто еще хочет высказаться, сразу поднимите руки, пожалуйста. На мой взгляд. Сразу поднимите руки, кто еще хочет высказаться по манифесту. У нас все меньше и меньше. Все. Хорошо заметить. Потому что это все. Все, что бред, который здесь происходит. Я считаю, что нужно собраться в рабочей группе, действительно, кто хочет участвовать в манифесте, нужно выбирать конкретный день и собираться. Потому что все комментарии в, извините, в фейсбуке невозможно прочитать. Если ты упустил суть, то, извините, вы не придете никогда к консенсу. Тут убрали, а я хотел, я пропустил, я болел и так далее. Проще собраться, сесть, как это было сделано 11 числа, и прийти к консенсу внутри этой рабочей группы. Все. Это более продуктивно, нежели сидеть в чатах и бесконечно друг к другу манифест коммунистической партии, ЛДПР. И друг к другу. Хорошо. И так, и так. Здраво идея. К сожалению, у нас время уже совсем заканчивается. Мы принимаем решение, я так понимаю. Давайте проведем голосование. Кто за продолжение работы над манифестом? Поднимите руки. Придержим. То есть за работу над манифестом. Или против. Включите режим. Волосование. Кто за продолжение работы над манифестом? Придержинство. Нет, а теперь кто против. Кто против? Давайте посчитаем против. Кто против? Кто против? Против. Ни одного. Ни одного. Следующий объективник будет это делать. Еще раз. Кто за продолжение работы над манифестом? Кто за продолжение работы над манифестом? Кто за продолжение работы над манифестом? Итак, сегодня вот в этом твиттере будет опубликована ссылка вот и в этом твиттере Ассамблея МСК будет опубликована ссылка на рабочую группу по манифесту Соответственно, эта группа будет открытой для вступления туда всех желающих какое-то время после чего начнется работа во время работы над манифестом группа будет Вопрос технический Вот то решение, которое сейчас мы приняли, оно носит как бы рекомендательный характер То решение, которое сейчас было принято Отвечаю сразу на этот вопрос Так как на нынешней Ассамблее нету кворумов 50 человек Те решения, которые мы принимаем, могут только вести к работе Они не ведут ни к каким официальным заявлениям, ни к каким там финансовым решениям и так далее Они ведут исключительно к работе Мы будем работать над манифестом И по окончании этой работы мы его будем принимать на ассамблеях Следующий пункт нашей повестки Наконец-то Это регламент плюс расписание По регламенту и расписаниям Сегодняшняя ассамблея началась в 9.30 И она проходит крайне непродуктивно У нас осталось 20 минут Поэтому я считаю, что я опять вас призываю уважать друг друга и приходить сюда вовремя Даже если вы встречались в каких-то группах и обсуждали рабочие вопросы Поэтому я считаю, я прошу вас приходить в 9, пока ассамблея Пока ассамблея проходит в 9, приходите ровно к ее началу Не в 15 минут, не в 20, а за 5 минут до У Николая есть выступление по этому вопросу У Николая есть выступление, оказывается Я Николая Рубцы не понимал Ой, меня зовут Ассамблея У Анатолия Не так сложно Короче говоря, у меня предложение в очередной раз Давайте Нет Ребята Все готовы Я прошу У нас есть Они рулили Я прошу Немцов рулил, да? Я прошу И все остальные рулили Вы можете также рулить В следующий раз только Говори Спасибо Попробуй перекричать этого товарища Попробуем перекричать тролля с живым микрофоном Короче говоря, я предлагаю в очередной раз перенести начало ассамблеи Хотя бы в среду, которая будет Ну хотя бы разочек попробуем, как у нас это получится Давайте на 8 часов Начало, чтобы мы начали хотя бы полдевятого И уже там к десяти, к пол-одиннадцатого мы ее каким-то образом завершили Если у нас будет, между прочим, обратить внимание, что людей это поменьше, а повестка все больше Поэтому у нас, собственно, возможность-то не бесконечная обсуждать Очень тяжело, особенно в будние дни для людей участвовать, которые, собственно, завтра на работу Ехать пол-первому домой в час ночи Это бывает, когда у нас приходят красивые молодые девушки Добираться после метро, между прочим, не забывайте Я вас прошу поставить это хотя бы на голосование и внять голос в разум Ну что такое? Мы не можем раздевать У меня единственный тех вопрос, я не могу Если кто-нибудь хочет, чтобы я когда-то кого-то подменял Я не могу быть 21.00, я могу быть 21.10 Единственное, что я могу сказать А это может выходные, но это может другой вопрос Все, нет, я просто это сказала так Верно, ты, займи, что вы У кого есть комментарии по этому вопросу? Хотелось бы в 20 часов начинать, потому что очень плохо заканчивается У кого есть выступления или комментарии по этому вопросу? Вот Я считаю, что нельзя ни в коем случае увеличивать время Общий диапазон работы ассамблеи Ассамблей можно переносить куда угодно Но разве увеличение времени это экстенсивный путь Это зависит от опыта Вопросы мне кажется Есть вопросы? Нет Нет Я считаю данное предложение конструктивно Так как у нас нет до сих пор культурных программ стабильных То работа, расширение работы, о чем вы говорите, да Оно только улучшит показатели ассамблеи Мы сможем больше времени уделять вопросам Потому что действительно повестка увеличивается А вопросы, которые мы решаем уменьшаются Все Спасибо Включите вопрос о Василии Клевиков в нашем телевидении Я ставлю на голосование вопрос о переносе ассамблеи на... У нас рейтинговое голосование Я хотел сказать, что один день Не большие ассамблеи начинать в 8 часов, а не малые ассамблеи Я ставлю на голосование вопрос о переносе Следующей большой ассамблеи По средам которая То есть ровно через неделю В следующую среду Ассамблея Пройдет в... Ээээ... Швоту оставим В следующую среду Ассамблея Проходит в 8 часов Кто с этим согласен Поднимите, пожалуйста, руки Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять, десять Спасибо Кто против? Сколько человек? Раз, два Тринадцать за, два против Тринадцать за, два против Один воздержался Эти результаты будут... Эти результаты будут учтены И будет проведено еще одно голосование на ассамблее в субботу Потому что у нас сейчас нету кворума Будет интернет голосование И будет интернет голосование Но вопрос решен 75%